Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня у нас 1 января 2019 года. Продолжаю начитывать книгу. Называется «Золотые руки. Бен Карсон». Он живет в Америке. Это нейрохирург чернокожий. Очень знаменитый. Знаменит тем, что он первый, который нейрохирург, разделил сиамских близнецов. И ни один из них не погиб. Обычно одного спасали, а другой погибал. Тут Господь сделал такое чудо через него. Глава 5. Подростковые проблемы. Вы знаете, что индейцы сделали со старой одежды, взятого в плен генерала? Спросил главарь банды. Расскажите, пожалуйста. Сделанным интересом подходил один из его приспешников. Они ее сохранили, и теперь ее носит наш друг Карсон. Еще один подлиза энергично поддакнул. Ага, так он и есть. Я чувствовал, как краска заливает мои щеки и шею. Насмешки продолжались. Подойди поближе, и ты сам убедишься, засмеялся зачинщик. Она воняет так же, как и сто лет назад. В восьмом классе хантерской школы я пережил тяжелый и болезненный период. Шутники старались показать, какие они умные, остря как можно более едко и забавно. Насмешка раздила на повал. Мишенью чаще всего оказывались ребята, одетые плохо и немодно. Самые злые насмешки ждали меня. Вокруг жертвы собиралась толпа. А тот, кто дразнил смешнее и обиднее других, оказывался в центре всеобщего внимания. Я был самой удачной жертвой. Тогда, как, впрочем, и сейчас, я не придавал одежде большого значения. Исключением стал один короткий период в моей жизни. А до того я не задумывался, как одет. Мама всегда мне говорила, «Бенни, то, что внутри тебе важнее. Можно быть прекрасно одетым, но мертвым внутри». Как не жалко было оставлять Виллисоновскую школу посреди года, я радовался возвращению в наш старый дом. Как замечательно было сказать самому себе «Мы снова дома». Бережливость матери значительно поправила наше финансовое положение. Денег теперь хватало. И мы переехали в тот самый дом, где жили до развода родителей. Каким бы маленьким он ни был, он оставался нашим домом. Сейчас он кажется мне совсем маленьким. Спичечная коробка не больше. Но тогда для нас троих это был дворец, сказочно прекрасный обитель. Поменяв место жительства, надо было сменить и школу. Куртис пошел в юго-западную среднюю школу, а я – хантерскую начальную, где большую часть учеников составляли черные, а белые было всего 30%. Одноклассники признали меня умным парнем. Я не был первым учеником, но уступал по оценкам только одному или двум в классе. Школьные успехи много значили для меня. Я радовался им и хотел быть одним из первых. Но осложнения начались с неожиданной стороны. Я не только подвергался насмешкам, но и столкнулся с соблазном стать одним из насмешников. Раньше, чтобы заслужить признание, я в этом не нуждался. В других школах меня уважали за хорошие отметки, но в хантерской школе успеваемость ничего не значила. Чтобы войти в элиту, надо было хорошо одеваться, развлекаться так, как принято у всех, и играть в баскетбол. Еще важнее было научиться дразнить одноклассников. Но разве мог я попросить мать о покупках, которые подняли бы меня на один с ними уровень? Разве я не понимал, сколько она работает, чтобы нам не пришлось жить на пособии, как беднякам? Когда я учился в девятом классе, мама прилагала все силы, лишь бы мы не получали никакой социальной помощи, кроме продовольственных карточек, без которых она не могла ни обеспечить нас, ни содержать дом. Она отказывала себе во всем, зато мы с Куртиесом ни в чем не нуждались. Ее одежда была чистой и опрятной, но не модной. Ребенком я, конечно, этого не замечал, а она не жаловалась. Первой недели пребывания в школе я не знал, чем ответить на издевки ребят. А это только подстегивало их, и они все безжалостнее надо мной насмехались. Обиднее всего было именно это. Я ничего не мог им ответить. Я чувствовал себя ужасно от того, что они не принимали меня в свой круг. Каждый раз по дороге домой я снова и снова спрашивал себя, что во мне неправильного? Почему я не могу оставаться таким, как есть? Почему я должен быть каким-то другим? Я пытался себя успокоить. А не просто стадо баранов. Если их единственная радость в одежде на смешках, пусть получают удовольствие. Но я не буду играть в такие игры. Я добьюсь успеха и в один прекрасный день всем им покажу. Но как я не старался поддерживать самого себя, конечно же, я чувствовал себя изгоем. Потому что, как и многие другие, предпочитал, чтобы меня принимали, а не отвергали. К несчастью, на смешке ребят настолько меня задевали, что в конце концов я заразился их же болезнью. Тогда я принял решение. Хотите насмехаться? Отлично. Я покажу вам, как это делается. На следующий день я с нетерпением ожидал насмешников. И они не замедлили появиться. Парень, ты свою рубашку надел, наверное, в Первую мировую войну и собираешься носить до Третьей? Начал один из моих одноклассников. Ага, ответил я. А еще раньше ее носила твоя мама. Все рассмеялись. Парень уставился на меня, не веря своим ушам. Затем тоже рассмеялся и хлопнул у меня по спине. Ну, Бенни, ты даешь. Мои акции резко подскочили. Скоро я стал первым из всех насмешников. Как я радовался, когда вся школа знала про мой острый язык. Теперь, когда кто-нибудь дразнил меня, я выворачивал его слова наизнанку и оборачивал насмешку против самого насмешника. Такое было основное правило этой игры. Через несколько недель классные заводилы перестали меня мучить. Они уже не осмеливались надо мной насмехаться, потому что я запросто поднимал их насмех. Теперь я сам не давал своим жертвам увильнуть от меня. Эй, Миллер, если бы у меня была такая рожа, как у тебя, я бы ее никому не показывал. Очень смешная шутка. Однако я успокаивал себя тем, что все так делают. И выжив в этих условиях, можно только дразня кого-нибудь еще. Но иногда я говорил сам себе. На самом деле я так и не думаю. Скоро я позабыл, какого быть объектом насмешек. Участие в этой игре избавило меня от многих больших сложностей в школе. Но, к несчастью, проблемы одежды оно не решало. Я подвергался острокизму не только за одежду, но и вообще за бедность. В школе считалось, что бедный не может быть хорошим парнем. По правде говоря, никто из школьников не был выходцем из слишком зажиточных семей и не имел оснований ставить себя выше других. Но меня, как и любого подростка, это не утешало. Особенно остро я ощущал на себе клеймо бедности, потому что рос без отца. Большинство ребят жили в полных семьях, а значит, по общему мнению, они были лучше меня. Но больше всего я в то время стеснялся другого. Я уже говорил, что мы получали продовольственные карточки и обойтись без них не могли. Мама часто посылала меня в магазин купить по карточкам хлеба или молока. Я ненавидел эти походы, боясь, что меня увидит кто-нибудь из приятелей. Замечая кого-то из них у кассы, я делал вид, будто забыл что-нибудь взять и ускользал в проход между полками, выжидая, пока одноклассник уйдет. Потом я как можно быстрее бросался к кассе, боясь, как бы не появился кто-нибудь еще. Сам я особенно не страдал из-за нашей бедности, но готов был умереть тысячу раз, лишь бы другие о ней не узнали. Если бы я размышлял более здраво, то сообразил, что многие из моих одноклассников тоже получают продовольственные карточки. Тем не менее, уже выходя из дома с карточками в кармане, я начинал беспокоиться. Как бы меня кто-нибудь не увидел и не рассказал обо мне остальным. По-моему, никто ничего так и не узнал. Девятый класс оказался очень важным периодом в моей жизни. Интеллектуально я был одним из лидеров класса. Мои хорошие или плохие взаимоотношения с соучениками зависели от меня самого. Это был переходный период. Детство кончалось, и я всерьез задумывался о будущем, а особенно о желании стать врачом. К десятому классу я попал в серьезную зависимость от мнения окружающих. Самой страшной проблемой все так же оставалась одежда. Эти брюки я не надену, говорил я матери. Надо мной все смеются. Только дураки смеются над чужой одеждой, Бенни, отвечала она, а иногда добавляла. Различие зависит вовсе не от одежды. Мама, умолял я ее. Все, кого я знаю, одеваются лучше меня. Может быть, терпеливо кивала она. Я знаю множество людей, одетых богаче меня, но это не делать их лучше. День за днем я клянчил матери модную одежду. Я совершенно точно знал, что мне нужно. Итальянскую трикотажную рубашку с замшевыми погончиками. Шелковые брюки, шелковые носки с блеском, ботинки с кожей под крокодила, шляпу с узкими полями, кожаный жилет и замшевую кортку. Я все время говорил об одежде и думать не мог ни о чем другом. Мне необходимы были эти тряпки, чтобы быть одетым так же, как элитная компания нашего класса. Я обманул надежды матери и знал об этом. Но не мог думать ни о чем, кроме своего убогого гардероба и желания выглядеть, как все. После школы, вместо того, чтобы идти домой и делать уроки, я играл в баскетбол. Иногда я отсутствовал до 10 часов вечера. А несколько раз, зная, что меня ждет дома, и готовясь все это вынести, возвращался даже в 11. Бенни, разве ты не видишь, что с тобой делается? Ты все больше меня разочаровываешь. Ты сломаешь свою жизнь, все время гуляя и думая только о тряпках. Да не сломаю я свою жизнь, возражал я, ничего не желая слушать, потому что мой неповзрослевший разум был занят мыслью о том, чтобы быть как все. Я так гордилась тобой, Бенни, говорила мать. Ты так много трудился, жаль все это потерять. У меня все в порядке, огрызался я в ответ. Все будет хорошо, разве я приношу домой плохие отметки? С этим мать не могла не согласиться, но я знал, что она беспокоится. Ну хорошо, Бенни. В конце концов вздыхала она. После долгих просьб я наконец услышал от матери долгожданные слова. Я попытаюсь достать тебе кое-какую одежду. Если она необходима тебе для счастья, ты ее получишь. Я ответил, что это только это может сделать меня счастливым. Теперь мне трудно поверить, что я был тогда таким бездушным. Не думая матери о том, что нужно ей самой, я заставил ее купить мне такую одежду, чтобы сразиться с элитой класса. Но все равно я не был удовлетворен. Сколько бы мать не купила мне итальянских рубашек, кожаных жилетов и ботинок от крокодила, мне все было мало. Отметки мои стали хуже. Я уже не был одним из лучших учеников. А главное, меня это совершенно не беспокоило. Потому что я уже вошел в элиту класса и был одним из тех ребят, которых все уважали. Они приглашали меня на вечеринки и джазовые концерты. Мы все время развлекались. Никогда в жизни я столько не развлекался. Но счастьев я не был. Я забыл то, что было когда-то самое важное в моей жизни. Чтобы это объяснить, я должен снова вернуться к истории моей матери и рассказать о ее знакомстве с Мэри Томас. Первый раз мама познакомилась с адвентистами седьмого дня. Когда лежала в больнице незадолго до того, как должен был родиться я. Одна женщина по имени Мэри Томас приходила туда и рассказывала ей об Иисусе Христе. Мама вежливо слушала, но рассказы ее эти мало интересовали. Я уже упоминал, что после развода в результате эмоциональной травмы матери пришлось время от времени ложиться в психиатрическую больницу. Однажды она всерьез задумывала самоубийство и решила каждый день собирать лекарства, чтобы кого-нибудь когда-нибудь разом их выпить. Как-то вечером к маме пришла посетительница, уже знакомая ей Мэри Томас. Эта тихая, но упорная женщина вновь начала говорить о Боге. Конечно, религиозные мысли не были матери в новинку. Ей рассказывали о Боге еще в детстве, когда она жила в штате Тенниси. Но Мэри Томас говорила о религии совсем иначе. Она не нажимала на мать, не убеждала ее, что она страшная грешница. Мэри Томас просто свидетельствовала ей о своей вере и время от времени читала отрывки из Библии, объяснявшие основу вероучения. Но она не только учила, решающим в ее влиянии была ее забота о матери. А мама именно в том и нуждалась больше всего, в чьей-то заботе. Мама была одинока еще и до развода. Она страшно беспокоилась, сможет ли прокормить двоих детей. Многие недолюбливали ее, ощущая необычайный характер, и не хотели иметь с ней дело. На этом фоне приход Мэри Томас был воспринят как единственный лучик надежды. «Вот источник силы, Соня», — сказала посетительница, — «и эта сила может стать твоей». Чтобы справиться с трудностями, мама нуждалась именно в таких словах. Они объяснили ей, что она не одинока на всем белом свете. В течение нескольких недель Мэри рассказывала маме об учении своей церкви. И постепенно она поверила в любящего Бога, который являет нам свою любовь через Иисуса Христа. Днем за днем терпеливо Мэри Томас беседовала с матерью, выслушивала ее, отвечала на вопросы. Недостаток образования мешал маме читать Библию, но посетительницу это не смутило. Она оставалась с ней, подолгу читая ей вслух. Мама умела кое-как читать, но под влиянием Мэри она решила научиться читать хорошо, чего и добилась после долгих часов практики. Мама начала читать Библию, не всегда даже понимая смысл прочитанного. Но, как и в любой другой работе, за какую бы ни бралась мама, здесь она проявила упорство и постепенно смогла разбирать достаточно сложные тексты. Тетя Джин и дядя Ульям, у которых мы жили после развода родителей, стали адвентистами в Бостоне. Они поддерживали веру матери. Ничего не делая наполовину, мама сразу же стала преданным членом церкви. Обратившись, она посещала богослужения, естественно, вместе с нами. Адвентистская церковь стала моим единственным духовным домом. Я уже упоминал, что первое эмоциональное воздействие веры я испытал в 8 лет, и тогда же принял крещение. Но только значительно позже я понял, что значит на самом деле быть христианином. Когда мне исполнилось 12, мы переехали и стали посещать Шароновскую церковь христиан-адвентистов 7-го дня в Инстерии время. Я долго размышлял, что же со мной происходит. А потом обратился к пастору Смиту. «Принимай крещение», — сказал я. «Принимай крещение», — сказал я. «Я еще не понимал значения того, что делаю». «А теперь понимаешь?» «О да, мне уже 12», — ответил я. «Я верю в Иисуса Христа». Иисусу тоже было 12, когда родители впервые взяли его в Иерусалимский храм. «Я хочу снова принять крещение, потому что теперь понял, что готов к нему». Пастор Смит выслушал меня с пониманием и, не возражая против моей просьбы, снова крестил меня. «Оглядываясь назад, не могу сказать точно, когда я обратился к Богу. Может быть, все происходило постепенно, а я сам того не осознавал. Зная только, что окончательно я понял, что Бог изменяет нас только в 14 лет, когда столкнулся с самой трудной проблемой в моей жизни, едва-едва не погубившей меня навсегда». Глава шестая. Ужасный характер. «Что за глупость ты сморозил?» — засмеялся Джерри, когда мы вместе выходили в коридор после урока английского. «Вокруг нас было полно ребят, но голос Джерри заглушил шум. Я пожал плечами. Скажешь тоже?» Моя ошибка смущала меня. Не хотелось, чтобы все обратили на нее внимание. «Скажешь тоже?» — чуть не взвыгнул Джерри. «Слушай, Карсон, это одна из непроизойденных глупостей года». Я посмотрел на него. Он был выше меня роста, куда тяжелее, и отнюдь не являлся моим близким другом. «Ты тоже сболтнул ужасную глупость?» — сказал я тихо. «Это когда?» — «Да тогда, всего неделю назад». Так мы обменялись репликами в раздевалке. Причем я горел тихим голосом, а он кричал все громче и громче. В конце концов я повернулся к шкафчику, надеясь, что если не буду обращать на него внимание, он замолчит и уйдет. Я открыл шкаф, и в руках у меня оказался замок. Неожиданно Джерри толкнул меня, и в ту же секунду во мне вспыхнул гнев. Я забыл, какие у него мускулы. Не видел, что холл полон ребят и учителей. Я замахнулся на него, не выпуская замка из рук. Удар пришелся ему прямо в лоб. Он застонал. Откинулся назад. Кровь хлынула из широкой раны. В изымлении Джерри медленно поднял руку к колбу и испачкался липкой кровью. Опустив руку, он увидел кровь и тогда закричал. Меня, конечно, вызвал директор. Я уже успокоился и страшно извинялся. Это просто несчастный случай, говорил я ему. Я не хотел так ударить его. Я просто забыл, что у меня в руке замок. Я сам себя убедил, что все именно так и произошло. Мне было стыдно. Христианин должен хорошо владеть собой. Я извинился перед Джерри. И инцидент был исчерпан. Что же моя вспыльчивость? Я забыл о ней. Поскольку никогда не входил в число любителей подраться. Несколько недель спустя мама принесла мне новые брюки. Я взглянул на них и покачал головой. Ну уж нет, мама. Я их не надену. Они не такие, как надо. Что это значит, не такие, как надо? Воспросилась мама. Она устала, была недовольна, но голос ее звучал решительно. Тебе нужны новые брюки. Вот, носи, пожалуйста. Я свернул их и завопил. Ни за что не надену эту гадость. Она сложила брюки и повесила их на спинку пластикового кухонного стула. Я не могу вернуть их назад. Терпеливо объяснила она. Они куплены на распродаже. А мне все равно. Я их ненавижу. Я лучше умру, чем надену. Я заплатила за них хорошие деньги. Но я-то хочу совсем другие. Она шагнула ко мне. Послушай, Бенни, мы не всегда получаем то, чего нам хочется. Меня бросило в жар. Лицо покраснело, мышцы напряглись. Я получу! Заорал я. Вот увидите, я получу! Я... Сжав кулаки, я замолкнулся на нее. Курти схватил меня, прижав руки к бокам и оттащил от матери. До чего же я дошел, если попытался ударить мать? Мне следовало об этом задуматься. Я, кажется, все понимал, но только не хотел признаваться самому себе. Это переходило в какую-то патологию характера. Болезнь, из-за которой я стал ужасно вспыльчивым. Я был неплохим парнем, а тут как будто сходил ума. Доходя до точки кипения, я терял всякий контроль над собой. Когда гнев переливался через край, я ни на миг, не задумываясь, хватал кирпич, камень или палку, чтобы кого-нибудь ударить. Друзья, не знавшие меня в переходном возрасте, уверены, что я преувеличиваю. Но две еще более безумные истории, безусловно, подтверждают мою правоту. Не помню, с чего началась ссора, но соседский мальчишка ударил меня камнем. Он меня не поранил, но, охваченный безумным гневом, я схватил с обочины крупный камень и швырнул ему в лицо. Я редко промахиваюсь, когда что-нибудь бросаю, так что камень попал ему по носу и разбил очки. Когда я учился в девятом классе, произошла и вовсе немыслимая история. Я абсолютно потерял контроль над собой и попытался ударить товарища ножом. Мы с Бобом слушали транзистор, и вдруг он переключил его на другую программу. «И ты называешь это музыкой?» – заявил он. «Да, уж она-то получит то, что нравится тебе!» – закричал я, хватаясь за ручку настройки. «Ну вот, Карсон, всегда ты!» В это мгновение мной овладела слепая, патологическая ярость. Выхватив из заднего кармана складной нож, я открыл его и бросился на парня, который был моим другом. Из-за всей силы я ударил его ножом в живот. Удар был такой, что лезвие ножа, попав в массивную пряжку ремня, с треском сломалось и упало на землю. Я уставился на сломанный нож и почувствовал ужасную слабость. Я ведь мог его убить. Я чуть не убил своего друга. Если бы его не спасла пряжка, он лежал бы сейчас передо мной мертвый или тяжело раненый. Он ничего не сказал, просто взглянул на меня, не веря своим глазам. «Я... я... прости меня!» – пробромотал я, роняя нож. Посмотреть ему в глаза я не решался. Ничего не говоря, я повернулся и убежал домой. Хорошо еще, что дома никого не было, поскольку в тот момент я никого не мог видеть. Я влетел в ванную и запер дверь. Здесь я мог остаться один. Присев на край, я вытянул ноги, такие длинные, что они уперлись в раковину. Я пытался убить Боба. Я пытался убить своего друга. Сколько, не зажмуривая глаза, не отогнать эту картину. Моя рука, нож, пряжка ремня, сломанное лезвие и лицо Боба. Это сумасшествие! – пробромотал я в конце концов. Наверное, я сошел с ума. Здоровый человек ни за что не станет покушаться на жизнь своего друга. Край ванны холодил мои пальцы. Я положил ладонь на горячий лоб. Все так славно шло в школе, а теперь я такое натворил. С восьми лет я мечтал стать врачом. Но как с таким ужасным характером можно даже мечтать о медицине? Разозлившись, я теряю контроль над собой, и ничто не может меня остановить. Я ничего не добьюсь в жизни, если не научусь себя контролировать. Что же мне делать с брулящей во мне яростью? Прошло два часа. Перед глазами плавали коричневые и зеленые зигзаги линолеума. Меня отошнило. Я чувствовал стыд и отвращение к самому себе. Начать нужно с того, чтобы избавиться от этой ужасной вспыльчивости. Громко воскликнул я. Я не должен вести себя так, если бы Боб не носил ремень с пряжкой, он наверняка бы умер, а меня отправили бы в тюрьму или в колонию. Я ужасно страдал. Пот на рубашке прилипло к спине, пот струился по бокам. Я ненавидел самого себя, ничем не мог себе помочь, и от этого ненавидел себя еще больше. Давнее впечатление выплыло откуда-то из глубины сознания. Молитва. Моя мама учила меня молиться. Преподаватели религии в бостонской школе говорили нам, что Бог помогает тем, кто просит Его помощи. Долгое время я пытался справиться со своим ужасным характером, воображая, что могу это сделать сам. Теперь в маленькой душной ванной я понял правду. Один я справиться не могу. Мне казалось, что я уже никогда не смогу глядеть людям в лицо. Как я взглянул в глаза матери? Что, если она узнает о моем поступке? Решусь ли я снова увидеть Боба? Не возненавидит ли он меня? Будет ли доверять мне все так же, как прежде? Господи, прошептал я, освободи меня от моего ужасного нрава. Если не ты, я никогда от него не избавлюсь. И ведь могу натворить еще похуже того, что сделал сегодня. Я всегда интересовался психологией. И даже целый год читал журнал «Психология сегодня». Поэтому знал, что характер является индивидуальной особенностью человека. Обычное представление таково, будто изменить какие-то свойства характера очень трудно, даже невозможно. Еще и сегодня некоторые специалисты уверяют, что лучшим решением для человека в этом вопросе было бы ясное понимание своих возможностей и приспособления к ним. Слезы струились по лицу. Господи, что бы там ни говорили специалисты, ты можешь изменить меня. Ты можешь навеки освободить меня от этой чудовищной черты моего характера. Я вытер нос куском туалетной бумаги и бросил его на пол. Ты обещал, что если мы придем к тебе с верой и о чем-то попросим, ты это сделаешь. Я верю, ты можешь изменить меня. Я стоял и, глядя в узкое окно, все умолял и умолял Бога о помощи. Иначе мне оставалось только и делать, чтобы всю жизнь ненавидеть самого себя. Я снова присел на корточки. Мне ярко представили все прежние вспышки моего дурного нрава. Я увидел свое искаженное яростью лицо, сжатое от гнева кулаки. Ничего хорошего не ждет меня, если я не изменюсь. Бедная моя мама. Она в меня верит. Что, если она узнает, какой я плохой? Страдание довело меня до отчаяния. Если ты меня не изменишь, Боже, не знаю, куда мне еще идти. Я выскользнул из ванной и взял Библию. Я открыл ее, начал читать книгу-притчи. Сразу же я увидел стих о гневливых людях и о том, в какие неприятности они себя ввергали. Больше всего поразило меня одно место. Долготерпеливый лучик храброго и владеющий собой лучик завоевателя города. Притчи 16 глава 32 стих. Пока я читал, губы мои беззвучно шевелились. Я чувствовал, что этот стих написан обо мне и для меня. Слова книги-притчи осуждали меня, но они же давали надежду. Мир заполнил мое сердце. Руки перестали дрожать, иссякли слезы. Что-то произошло со мной за эти часы одиночества, проведенные в ванной. Бог услышал идущий из глубины сердца крик боли. Чувство легкости охватило меня. Я знал, что сердце мое изменяется. Я ощущал разницу и остановился другим. Наконец я поднялся, положил Библию на край ванной, подошел к раковине, умылся, поправил одежду. Я вышел из ванной другим человеком. Больше мой гнев не будет мной командовать, сказал я себе. «Подобно не случится никогда. Я свободен от неба». С того дня, после долгих часов борьбы с собой и мольбы к Богу о помощи, у меня больше не было проблем со спыльчивостью. И тогда же я решил каждый день читать Библию. Это стало моей ежедневной привычкой. Но самую большую радость мне доставляет книга-притчи. Я и сейчас, если только возможно, каждое утро первым делом беру в руки Библию и читаю ее. Чудо, происшедшее со мною, по-прежнему кажется мне невероятным. Некоторые из моих друзей, разбирающиеся в психологии, утверждают, что и сейчас я потенциально раздражительный человек. Может быть, они правы. Но с того памятного дня прошло уже 20 лет, и со мной никогда не случалось ни подобных вспышек, ни каких-то серьезных проблем с управлением собственными эмоциями. Я удивительно устойчив к стрессу и трудностям. По милости Божьей, мне не нужно прилагать каких-то особенных усилий, чтобы справиться с раздражением и неприятностями. Бог помог мне преодолеть мой ужасный характер раз и навсегда. За те долгие часы, проведенные в ванной, я понял главное. Если люди вызывают во мне ярость, это значит, что они мной управляют. А почему я должен позволять им так влиять на мою жизнь? Все эти годы я сталкивался с людьми, которые нарочно старались меня разозлить. Я не лучше других. Но мне смешны попытки глупых людей разозлить меня. Они не могут управлять мной. На это есть своя причина. С того ужасного дня я открыл личную веру в Бога. И она стала важной частью меня самого. С тех пор я часто нацвистываю или пою мой любимый гимн. «Все в мире для меня» – Иисус. Гимн снимает отрицательные эмоции, когда что-то меня раздражает. Я часто рассказываю об этом способе и молодым людям. Мое сердце озаряет свет. И его сияние не зависит от того, что происходит вокруг меня. Когда я думаю об Иисусе Христе, о моих взаимоотношениях с Ним, когда я вспоминаю, что тот, кто сотворил мир, может все, я ничего не боюсь. Мой собственный опыт свидетельствует лично мне, что Бог может все, ибо Он изменил мою личность. С 14 лет я сосредоточился на будущем. Наконец-то окупился труд моей мамы и других моих учителей. Слава тебе, Боже наш, слава тебе!